НАТО Черногорские власти собирают поздравления. Премьер-министр Душко Маркович торжествует. Прошлой осенью Россию обвиняли в покушении на его предшественника в попытках сорвать выборы и вступления страны в НАТО. И вот теперь все позади. Страна в альянсе. Не все граждане разделяют радость правительства. По данным опросов, почти половина черногорцев были против вступления в НАТО. Теперь оппозиционные СМИ и пользователи соцсетей охотно тиражируют новости, будто бы сошедшие с российских телеканалов. Главный посыл – в НАТО Черногорию не уважают. Дональд Трамп подтолкнул премьера-министра Черногории. Ситуация, когда Дональд Трамп подтолкнул Душко Марковича, чтобы оказаться впереди, вызвала негодование не только на Балканах, но и в Америке. Об этом сообщили все мировые телеканалы. От CNN и BBC до Russia Today. Местные сайты перепечатывают антинатовские заявления российских политиков. «У НАТО нет союзников, только вассалы», – повторяют за Путиным. «Черногория продалась НАТО в обмен на русофобию», – цитирует Лаврова. Вслед за оппозиционными политиками, мидия сокрушается об утрате ценностей и договоре с дьяволом. Зачем ссориться с Россией, если НАТО не может защитить своих членов и допускает теракты в европейских столицах? Москва пригрозила Подгорице ответными мерами, и они не заставили себя ждать. Оказалось, что черногорские вина полны пестицидов, а отдых в этой стране неудобен и опасен. «За дверью отеля удобства заканчиваются». Ростуризм предупредил россиян о серьезных угрозах, которые могут возникнуть во время отдыха в Черногории. «В Черногории могут быть теракты». «Путешественники из России могут столкнуться с серьезными проблемами и даже угрозами в Черногории». Экономикой дело не ограничилось. По данным черногорских мидия, всем политикам, поддержавшим вступление в Альянс, запретили въезд в Россию. О том, что он является нежелательной персоной, депутат Меодрак Вукович узнал на пути в Минск, когда делал транзитную остановку в московском аэропорту Домодедова. Сразу после официального вступления Черногории в НАТО на Балканах грянул еще один скандал, связанный с Россией. «Новое журналистское расследование указывает на сильное влияние России в Македонии. Некоторые данные просто поражают. Было создано около 30 российско-македонских обществ. Велась серьезная пропагандистская и разведывательная работа». Цель, по данным авторов расследования, та же, что и в случае с Черногорией, не пустить Македонию в НАТО. Как и в случае с неудавшимся переворотом в Черногории, Москва все обвинения отрицает. Редактор субтитров А.Семкин